Всем привет! Меня зовут Роман Сокутин, и сегодня у нас будет очень интересное видео. Для того, чтобы вам продемонстрировать разницу между различными программистами, я сделал фриланс-заказ у программистов различных категорий. У программиста за 100 рублей, у программиста за 500 рублей и у программиста за 1000 рублей. Задача была невероятно простой. Необходимо было сделать такой функционал из стратегии на Unity, то есть заказ создать несколько скриптов на Unity. Мы имеем юнитов на сцене, мы их можем выделить и отправить куда-то воевать. Точнее, просто нажать на экране, и воины туда наши побегут. И все это в трехмерном пространстве, соответственно. Я сделал заказик, и, к сожалению, я не смог найти программиста за 1000 рублей. Мне так никто и в такой категории не ответил. А вот программистов за 500 и за 100 оказалось предостаточно. И, поверьте, это была история с предательством, с обманом, с ебаным адом. Там было все, и это будет, я надеюсь, очень интересно. И сейчас я вам покажу их решение и мое мнение насчет этого. Также, если вам понравится это видео, я сделаю вторую часть, где мы все-таки найдем программиста за 1000 рублей. И вдобавок я вам покажу, как эту же задачу решал ученик с наших курсов и один из преподавателей наших курсов. А также, если вам будет очень интересно, то я обязательно сам предоставлю свое решение этой задачки. Давайте начнем с программистов за 100. Я забыл еще сказать, помимо программистов за 100 и 500, сегодня будет программист за 300. Это особенный гость, и о нем ближе к концу. Первый программист Антон Барсуков, он справился с задачей и справился вовремя. Я, когда отправлял задачу, сообщал, что задача решается не более чем 3 часа. То есть мы будем оплачивать только 3 часа работы, не больше. Потому что я знаю, что такая задача делается менее чем за 3, оптимально 2. 3 это вот прям потолок. За что я сразу могу сказать респект Антону, и то, что он единственный, кто прислал решение как репозиторий. То есть это было легко смотреть, легко проверять и так далее. А я еще не, я вообще не тестировал ни один из кодов Unity, мне это было неинтересно. Я думаю, вам тоже гораздо интереснее посмотреть на код и как он устроен. Сразу скажу, то, как устроен код, мне нравится. В разрезе того, что я за это заплатил 100 рублей за час. Там человек справился вроде не в 3 часа, 3-5. Но он справился, если это еще хорошо работает, вообще без проблем. То есть это стоит 100 рублей. Тут есть глобальная точка доступа по паттерну Singleton, который реализован через Awake. Не самая лучшая реализация, не самый оптимальный паттерн, но как глобальная точка, бог с ним. Не факт, что она тут вообще нужна, но она присутствует. И за 100 рублей это нормально. Есть даже попытка обобщить систему событий Unity, сделать ее получше. Тоже такой легкий респект, но оформлено это, как всегда, отвратительно. То есть это такое наивное проектирование, когда вы создаете контроллеры, менеджеры. То есть надежда, что вы занимаетесь проектированием, на самом деле это не несет никакого смысла, и просто проектирование ради проектирования. То есть побочные эффекты скорее негативные, чем позитивные. Например, эмпирическое правило. Сейчас система выделения, вот именно вот этот компонент, он занимается, у него две ответственности. Это нарисовать рамочку и выделить юнитов. Это условно первая ответственность. Вторая ответственность — это проводить какие-то глобальные события. Почему это называется GameController? Почему это не отдельный класс, который называется классом, который поставляет какие-то события, класс, который занимается выделением? Почему это GameController? Если у нас появится там система строительства зданий, мы это тоже сюда засунем, это тоже будет GameController? Или все-таки что-то как-то по-другому? То есть поэтому я против названия Helper, Controller, Manager, System и так далее, потому что это не несет никакого, блядь, смысла. Итак, продолжим. Попытка есть, насколько она оправдана, я не знаю, скорее нет, но она присутствует. Также есть поинт, кто читал, важно, кто читал описание задачи, помнил, что поинтов может быть несколько. То есть пока идут юниты, мы можем технически выделить группу и отправить другую точку. Там будет еще один поинт создаваться. Здесь это, скорее всего, не реализовано. Мы уже видим по этому полю TargetPoint, который описывает какую-то связь единичную, то есть один поинт присутствует в системе. Также хотелось бы, чтобы ссылки считались. Этого нет в ТЗ, но оно как бы подразумевается, что вы, как программист, который разбирается в играх, понимаете, что если никто не идет к этой точке, точки существовать больше не должно. Итак, как в целом сделан алгоритм? У нас есть стартовая и конечная позиция, непонятно чего. Скорее всего, в выделении есть rect в экранных координатах, скорее всего. И каким-то образом берутся экранные координаты юнитов, вероятнее всего, и проверяются на вхождение в этот rect. То есть самое простое решение, не самое, мне кажется, оптимизированное, но я в своем решении, если вам будет интересно, покажу несколько вариантов, как определять, что в какой-то прямоугольник на экране попали объекты на сцене трехмерные. Где-то в пространстве там мировом. Ну, так и происходит. У нас есть публичный метод, это check-select. Почему он публичный, непонятно, но он публичный. Соответственно, что происходит? У нас берутся координаты юнита, то есть вот target position, сюда передается некий transform, и через этот метод идет проверка, попадает ли этот transform в какую-то область выделения текущую. То есть наберутся его позиции, и зачем-то это делается дважды, то есть перегоняются его позиции с мировых координат в экраны, то есть проекция идет через камеру, через нашу главную. Берется x, y и загоняется, как некая точка на экране вектор 2, потому что плоский экран. И, естественно, проверяется, входит ли это в rect. Почему это тут два раза происходит, мне непонятно, потому что операция очень тяжелая. Есть техника рефакторинга, замены временной перемены, вызовом метода, но к этому случаю не относятся, потому что метод реально тяжелый. Дважды его тут вызывать смысла нет. А отнятие, потому что у нас ноль начинается в разных точках. То есть для recta он там условно в верхнем левом углу, а в камере вот в экранных позициях он там в нижнем левом углу, поэтому мы отнимаем. Или наоборот, примерно. Есть, соответственно, метод deselect, который приватный, он вызывается, и у нас вызывается метод события правых, нажатия правых кнопок мыши. Почему-то событие называется именно так, и если это событие, то это должно поформляться через event, то не просто через action, тем более публичный, да? С такой алгоритм выбрал автор. Рисуется рамочка через onGui, через legacy GUI, так называемый immediate вроде, или не immediate, это вот как-то сейчас новое название для него придумали в документации Unity, то есть просто через старые вызовы GUI рисуется прямоугольник. Тоже не самая оптимальная вещь, потому что, например, рамочки у нас могут быть с обводочкой красивой, и в таком GUI вы это сделаете с большим трудом. То есть мы сейчас будем в основном смотреть у всех авторов, как происходит выделение юнитов, как оформлен код, и как происходит рисование рамочкой. Здесь через обычный GUI. Соответственно, в onGui намешаны вот эти наши методы, отловки нажатия. Почему вот это здесь происходит? У нас же есть прекрасное событие, да? Почему вот клик, lbm, up, down. Зачем это вручную здесь второй раз-то, блядь, проверять-то? Ну ладно, допустим. Ну вот, да, DrawRect рисуется через GUI Bugs. Ну, обычная машина стоит. Нажали, запомнили левую кнопку, ну, позицию мышки, когда нажали. Пока держим, запоминаем итоговую позицию. Когда отжали, соответственно, решаем, что больше не надо нам рисовать. И это делается через вот этот вот Draw True False. Ну и запоминается. Соответственно, почему метод называется deselect? Ну, deselect, понятно, когда мы отжали. Когда мы нажали, мы вызываем select. DrawRect, каждый раз, всегда, когда у нас здесь true. И когда мы нажали правую кнопку мыши, у нас asset pkmclick. Ой, божечки-то, блядь. Asset pkmclick у нас почему-то еще имеет ответственность кинуть рейкаст финальный. А с точки... Да, в точку, куда... Ну, именно asset pkmclick у нас еще занимается тем, что он ставит точку. Хотя понятно, что вот эта вся система событий, она не имеет отношения к постановке... Ну, она напрямую-то не работает с точкой, что ее ставить надо иметь. Соответственно, некорректно назван. То есть, на мешанина, обычная мешанина. Здесь строится rect. Соответственно, здесь преобразование, что если у нас... Ну, вот если мы тянем слева вниз, то, соответственно, rect будет рисоваться нормально. Когда мы будем тянуть с точки вверх, то, соответственно, будут координаты биться. Хотя вроде rect умеет делать, но... Окей. То есть все сделано вот так. Код оформлен... Ну, слабо, мягко... Ну, более-менее. Потому что есть вот и нижние подчеркивания, и private. Ну, здесь, например, private не учтены. В целом мешанина текста. Некорректно названы, как мне кажется, некоторые методы. И в целом game controller. Вот. Ну, 100 рублей это стоит. А есть, естественно, компонент point, у которого ответственность становится. Соответственно, что хорошо. Из game controller была выделена вот эта вся катавасия с установкой point. Ну, там, видимо, появился алгоритм смены альфы плавной. То есть, чтобы когда вы ставите point, он потихонечку становился цветным. Это было решено выделить отсюда в метод класса point. Ну, и в целом для этого он был создан. И, скорее всего, это бы еще должно было бы выделиться в какой-нибудь твинер. Ну, ладно. Здесь собак пререканий нет. Там немножко бы это отформатировать. И в целом класс как класс. Единственное, вот еще торчит здесь вывод в debug log. Этого оставлять ни в коем случае не надо. Ну, про сокращение параметров я и говорить не буду. Что у нас в unit control? В unit control у нас выражены также состояния через булевые флаги, что unit выделен, и unit сейчас двигается. Вот. Они могут, соответственно, комбинироваться. Unit может быть выделен и двигаться, и двигаться и быть выделено. Собственно, это также делается через Enam. Выводится Enam, и по маске они добавляются в какой-то current state, и там, соответственно, делается метод какой-то has state, содержится в текущее состояние. Вот потому что здесь нет иерархии состояния, не нужно обратных рекурсий делать, просто они комбинируются, что текущее может быть несколько сразу. Подписка на наши прекрасные события, на которые мы, скорее всего, не отписываемся. Да, конечно. Смотрите, когда вы подписываетесь, нужно отписываться, иначе если это, а это оформлено как синглтон, и ссылка будет жить, соответственно, между перезагрузками сцены, вы получите очень прекрасный эффект. Вы перезапустите сцену условно, вот в редакторе вы зайдете на сцену игры, в сцену меню, а потом обратно в сцену игры, и вы обнаружите, что при нажатии кнопок у вас летят null reference exception, или даже в инюшке у вас будут уже лететь, потому что ссылки-то еще будут, а компонент-то уже удалился, спамить разуплотнился, хотя вот это, скорее всего, экземпляр будет жить, а вот ссылки на transform, mesh ender уже будут биты, и у вас будет лететь очень много странных ошибок, с которыми вы не будете знать, что делать. А надо, когда вы события, блядь, используете, уметь их использовать, как минимум отписываться. Есть, кстати, прекрасный курс у меня по делегатам и событиям, и на C-sharp medium мы разбираем, и вообще мы молодцы. В апдейте двигаемся, если двигаемся, прекрасно. Ну, я не уверен, что нам необходимо это состояние здесь. Ну, ладно. А есть, естественно, два метода, private select и deselect, как они, кстати, вызываются. Ну, их, по идее, должны вызывать, соответственно, наш gamecontroller, когда нас выделяет. Но здесь у нас инверсия управления, у нас юнит сам решает, что его пора выделить. То есть каждый юнит без конца спамит на gamecontroller, спрашивает, слушай, я не выделил мне, я не выделил. То есть, мне кажется, не там это относится, не туда это. И что интересно, есть еще deselect, который сам его расселекчивает. Кстати, где это вызывается? Потому что мне непонятно, да, вот у нас есть два private метода, update, select. А, ну вот есть update, да, он здесь, ну, система unity. А вот select и deselect как-то вызываются, мне непонятно. Они вообще вызываться там будут? А, да, мы же на них подписали. Все, да, я ошибся, когда у нас кликает слева кнопка или там еще что-то, у нас эти методы вызывает. Все, хорошо. Ну, вот такое вот решение. Я не в восторге. То есть, есть ошибки, но если вы говорите за 100 рублей, вы нанимаете такого человека, ну, неплохо, неплохо, честно. Хотя, я скажу, у нас на стажировке, например, там грей, условная, там средняя ставка, как раз там 100 рублей на человека в час. И у нас такой код не проходит. То есть, пиарки с таким кодом не проходят. Мы его блочим и дрочим человека, пока он не начнет писать нормально. такое мы считаем неудовлетворительно для 100 рублей. То есть, лично нашей компании, лично нашей программе стажировки это ниже среднего уровня и мы их не принимаем, такой код. Но я скажу, что здесь нужно буквально пару недель работы с человеком и он уже будет писать нормально. Но, в целом, я удовлетворен. То есть, 100 рублей это стоит. И вы такие, типа, ну, охуительно, да? Я такой, да, охуительно, и поэтому больше заказа за 100 рублей я не делал, потому что это вот вписывается в мои представления сотки. В целом, можно было бы поискать еще пару человек, которые бы сделали пиздец какой трэш и мы бы, типа, веселое видео сделали. Ха-ха-ха, смотрите, какие они неудачники, да? Но это было неинтересно, потому что вот реально человек сделал и все. И вдобавок нашлись люди за 500 рублей, которые сделали лютый трэш. И я такой, ну и зачем нам мне сказать за столько, но он съест за пятихатку. И давайте перейдем. Собственно, человек, зовут Серафим, он написал мне, что у него есть портфолио. Во-первых, он мне прислал очень много своих игр и, ну, игры есть, но человек что-то умеет и я решил с ним попробовать. И, ну, единственное, меня немножко взбесило его сообщение, что, знаешь, я не хочу себя... Тебе и так написало много школьников, которые готовы работать за сотку, но я себя оцениваю как минимум в пятихатку, поэтому я хочу в пятихатку. Ну, я такой, портфолио, думаю, есть. Захожу к нему на страницу, он 2001 года рождения. Я говорю, слушай, ну ты же сам школьник. Он такой, я уже студент. Я такой, ну это, блядь, многое меняет, конечно. И я думаю, ну будет более-менее, но вот там был этот шаг. Давайте перейдем. Первое, на что бросаются глаза, это код, который тупо закомментирован. То есть здесь мы видим прям поле закомментированное. Это меня прям вывело из себя, потому что вот это, блядь, есть ёбаный ад, когда пол файла это куски закомментированного кода. Здесь, слава богу, это не так. Здесь всего одна строчка. Но уже показывает распиздествие человека. Если она тут не нужна, нахуя она тут? Вот зачем? Ну, человек решил оставить. Принцип примерно тот же. Не забыли про наш любимый синглтон. Видно, чтобы связываться со вторым компонентом обконтроллера. А тут все решение из двух компонентов. GameController и обконтроллер. Опять-таки, контроллер, да, опять он, все у нас контролируется, чем-то прекрасное. По полям сложно что-то сказать, потому что, ну, два материала SelectMath, DeselectMath, это, видимо, для чего-то, что будет выбрано и не выбрано. DestinationMarker и AreaPanel это, по всей видимости, для точки, куда будут все идти. И запоминаем, да, MouseDown, то есть точка, где мы Mouse наш даунлили и где мы ее заапили. А Destination, даже непонятно. Наверное, точка на экране, которой нужно идти. Но вопрос, а зачем она в поле, да, зачем это временное связность? Ну, ладно. Изначально, видно, автор хотел хранить мобов в массиве, потом решил переделать на лист. Окей, и Selecting. Да, не то, что мы находимся в состоянии Selecting, просто Selecting. Замечательно. Это тогда герунди вроде образуется, значит, какое-то существительное выделение, да, если есть выделение, значит, что-то плохо, да, пора идти к врачам. Ну, да ладно. Итак, в старте мы находим все объекты по тегу. Это не самый худший вариант, это может быть вполне, если мы хотим общаться, то смотрите, что тут делается. Здесь автор стреляет сам себе в ногу. Вот этот код, он пишется не так. Когда вам нужно найти все объекты, которые могут что-то делать, или мы с ними можем что-то делать, это не делается по тегу, это делается обычно через интерфейс, через какую-то абстракцию. То есть нам нужны все объекты, у которых есть компонент MobController. Или же нам нужны все компоненты MobController на сцене. Такое поведение вполне возможно, но все это записывается в одну точку. Насколько я помню, FindGameObjects компонент. Вроде как-то так, честно, вот не помню, но мы можем найти все компоненты на сцене, которые реализуют MobController и сразу поместить это в лист без вот этого вот перегонки. То есть здесь вручную берется, у каждого берется MobController, если он есть, но мы его добавляем в список MobController, но это вот делается вот так. без IntelliSense я беспомощен, по всей видимости. Соответственно, соответственно, там вроде OffType, это не компания с там OffType. Вот этот старт мы можем выкинуть, это хлам, это не стоит 500 рублей. Да, мы уже попытался, да, разделить на методы, выделить какие-то точки, композиции, связи. Здесь этого нет, здесь, правда, похуй. В апдейте все ебанул. Ну, так и получилось. Ебанул в апдейте. Соответственно, нажимаем любая кнопка мыши, примерно те же фишки, как я понял. Но здесь, возможно, кстати, немножко другое. Нет, да, это если правый, мы ставим точку, но опять-таки, точка у нас в нашем геймконтролле, но тут все намешано, все у нас в геймконтроллер. Здесь у нас с какими-то трансформерами работаем и каждому, вручную, set destination, точку куда идти, ставим. Нормально. При левой кнопкой мыши врубаем панельку. Здесь, кстати, не legacy UI. Запоминаем точку. А зачем нам точка в пространстве? Зачем нам все это? Ну, наверное, эта панелька трехмерного объекта у нас представляется просто и все. А может, это, кстати, это и все решение в двухмерном случае, потому что я никому не говорил, что я ожидаю на 3D-шку, я ожидал 3D-шку, я это не прописал, поэтому то, что сделали 2D, я не считаю это ошибкой. Окей, просто панелька, скорее всего, это даже, возможно, какая-то UI-ная панелька, возможно, даже World Space Canvas, но, судя по проекциям, это не должно работать. Если это World Space Canvas, то окей, а если это Screen Space Canvas, это работает только в случае, если мы не двигаем камерой. Вероятнее всего. Потому что, судя по коду, вот мне непонятно, мы берем точку, кидаем ReCast в сцену, ReCast трехмерный, значит, это не двухмерный случай, и потом мы запоминаем точку в двухмерных системе, без Y почему-то, наверное, на плоскости, что там Y не нужен, мы ее запоминаем, то есть, это точка в пространстве, все-таки, в трехмерном. Окей, что же мы потом с этим дальше делаем? Когда мы отжимаем, мы, соответственно, должны растянуть какую-то область, наверное, чтобы это все заселектить, и как же мы это делаем? А, да, вот мы берем и сравниваем, да, что если есть достаточно расстояния, то есть, достаточно растянули область, что происходит, всех мы деселектим сначала, а потом пытаемся заселектить в область. Вот это вот форматинка, кто же, блядь, так пишет, а, ебаный в рот, сука, инвалиды, ебаные. Блядь. И как, как тут выделение происходит? Select and Area, наверное, метод берется вот этот. Давайте на этот гениальный алгоритм. Мы еще раз берем все объекты, замечательно, ну, как бы, а чего бы нет, а чего бы нет, да, а чего бы нет, 500 рублей-то, блядь, сижу, пишу, нахуй, на солнышко гляжу, пишу, замечательный код. Берем всех мобов, и как же мы проверяем? А мы теперь проверяем не сами, мы спрашиваем у юнита, юнит, юнит, а я тебя не выделил ли? Замечательное смешение ответственности, то есть мы передаем в Check Area, точку, где мышка началась, и точка, где мышка закончилась, то есть в пространстве. и, да, и мы, конечно же, изобрели, блядь, велосипед, и пытаемся проверить, находится ли наша текущая координата между этими двумя точками, и делается это, конечно же, не вот так, не вот этой вот пиздецом, это делается через банальную вычислительную геометрию, даже просто геометрия, тригонометрия, да, мы можем спокойно найти, проверить, находимся ли, находится ли у нас точка между двумя точками, да, если мы считаем, что одна точка это верхний левый угол, другая точка это нижний правый угол, это все делается гораздо быстрее, ну, здесь это потому что намешано, да, сначала, скорее всего, определяется, какая точка сверху, какая снизу, потом это все как-то перегоняется и проверяется, ну, мы решили, ну, почему нет, пусть Моп этим занимается, допустим, блядь, все делает, нахуй, пусть он, блядь, еще и рисует кусок нашего ректа, инвалиды, я почему-то, нет, все нормально, ну, и Моп, опять-таки, делает все и ничего, и ходит, блядь, и на дудки играет, и других мобов тоже пиздить может, и мое любимое transform.getchild.getcomponent.mashrenderer, то есть, мы каким-то образом должны догадаться, когда конфигурируем префаб, что нам нужно обязательно в этом префабе запихнуть в дочерний объект, который будет рендериться, и что это за рендерер, кстати, когда он включается, а это рендерер, который отвечает за то, что он выделен или не выделен, и никак, конечно же, мы этого не узнаем, мы детально не вчитаемся в код, то есть, вам на первый взгляд может показаться, что код идентичен, похож, но нет, здесь, во-первых, у нас выделение по-другому происходит, здесь в мировых координатах сразу проверки происходят, а не проекция в экраны, и панелька вроде натягивается по-другому, если она вообще натягивается, кстати, где она, нет, и панель у нас просто включается-выключается, а про то, что она, нет, вот, да, действительно, у нас она тянется, то есть, более-менее это выглядеть должно как-то, вот, соответственно, здесь немножко другой подход, но реализовано это все просто, блядь, отвратительно, если за 100 рублей, ладно, тут еще можно сделать скидку, но есть до чего докопаться, но не пятихатка, пятихатку это не стоит, давайте перейдем к нашему гостю Икс, и наш спецгость, это, конечно же, конечно же, непревзойденный программист, который в сотню раз круче меня, который лучше меня пишет код, лучше меня преподает, я уверен, лучше меня ебет баб, я сам хотел у него сделать заказ, просто для примера, напоминаю, он гость нашего видео, программист, круче в Сокутина, и так далее, ссылка, скорее всего, будет в описании, то есть, у меня на канале есть распор его кода, я хотел сделать у него заказ, чтобы посмотреть, давайте попробуем, и сделать через секретного агента, чтобы он не знал, что это я в этом всем замешан, чтобы посмотреть, вот реально, как он делает заказы, потому что он же говорит, что заказывает, он делает заебись, а про тогда он для хакеров, чтобы так-то написал плохо, чтобы не взломали, и мне было интересно, давайте коммерческий код посмотрим, и я выложил же объявление о себе в ВКонтакте, и он сам написал, то есть, мне не пришлось привлекать свою агентурную сеть, не пришлось вытаскивать из него, этот код он сам написал, сам вызвался, я его спросил, конечно же, сколько хочешь, дядь, 500 рублей, хорошо, ну, если бы косарь, это был прям совсем трешок, ну, пятихатка, пятихатка, ладно, без проблем, начали, он справился вовремя, и прислал вот это, и, конечно же, он не поленился сказать, ну, так-то тут это так, все немножко распиздяйски, просто потому, что он так захотел, а не потому, что он не может нормально, собственно, решение сделано двумя классами, MoveToPointBot и SuperSelector, сразу, если мы открываем MoveToPointBot, мы видим странный интерфейс, и ControlExample, в принципе, по набору методов, интерфейс оправлен, его можно разбить на три, то есть, согласно принципу сегреганции интерфейсов, SRP так назову, нет, это не SRP, это ISP, да, Interface Segregation Principle, но, в принципе, я могу принять и интерфейс с трех моментов, если они там объединяются, действительно логично, почему это названо и ControlExample, почему это в одном файле, мне непонятно, но это есть, и это реализуется в MoveToPointBot, хотя, это не MoveToPointBot, тоже, да, если приемлются к названию, это все-таки чисто MovementBehiever, да, или еще что-то подобное, но никак, ну, тут работы ничего нет, это просто вот, шо-шо-шо-шо-тому вейбл, да, шо-то, что двигаться может, окей, 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 то есть ссылка на Navagent, без правитов, без ничего, просто полем, ладно, и публичное, почему-то, isSelected, но которое non-serialized, это фишка, да, это фишка, когда вы хотите такие, думаете об удобстве, но почему-то удобстве пользователей редактора, но не программиста, то есть поле публичное, меняйте кто хотите, как хотите, вообще похуй, а, ну, в редакторе оно закрыто, хотя понятно, что оно просто должно, там, либо оформиться свойством каким-то, либо в целом, у тебя уже есть, блядь, он агент Selected, зачем тебе еще поле-то публичное, дядь, ну, ладно, допустим, давайте, ну, просто посмотрим, может это иметь смысл, но зачастую это не имеет никакого смысла, скорее всего, это просто потому что. Методы любимые, как узнать Дмитрия? Дмитрия все написано без пробелов, все в одну мешанину, еще он не умеет включать пространство имен, и такие вот типы указывает через полное имя, через все-все-все эти категории. Окей, вывейки получили, а когда нас заселектили, переключили поле, вот это правильное, да, решение, поле там закрыть, а вот здесь в трус стоять, но не публичное поле. Соответственно, когда нас onagent not appears in selection не отобразился в выборе, не отображается, не появляется, ну, наверное, когда его задеселектили, ну, это и называется деселект, то есть, агент селект, агент селект, это все, то есть, тут нет, нет отображения, ну, ладно, и move, корутина, обычно, как со программой, запускаем все, постоянно смотрим, есть путь, двигаемся, нет путь, не двигаемся, то есть, такой легкий хак, да, не думая, что это нужно оформлять именно так, кстати, а где это запускается, по идее, это, а вот, когда нас отправили куда-то двигаться, мы запускаем корутина, вот предыдущую, кстати, надо так-то выключить, хотя здесь, наверное, она сама должна, возможно, выключаться, его должны в какой-то момент остановить между фреймами, и тогда он здесь зафолсится и вырубится, но, во-первых, зачем делать такую сопрограмму, нет же смысла их несколько параллельно запускать или еще что-то, почему это просто в апдейте не сделать, ну, ладно, это имеет мысль, я помню, была фишка, что мы проверяли, именно нам нужно было ждать конец фрейма, когда пересчитается на фмеш, и тогда мы там вот это все смотрим, но я не вижу, честно говоря, в этом глубинного смысла, вот в такой организации, здесь я больше багов вижу, чем реального практического толка, то есть в следующем фрейме он все равно пересчитается, его также можно посмотреть, в конечном итоге мы, кстати, так и делали, здесь я, в принципе, предполагаю, что у нас может возникнуть ситуация какого-то двойного движения, увеличения скоростей, когда мы несколько точек поставим, но это пока предположение, я это не тестировал, но тут прям совсем, не совсем непонятно, зачем это все делалось, ну да, вот, из tab травм фоллс, двигаемся, ладно, бог с ним, ну нет, ну логика в чем, все-таки, что если нас не остановили, мы двигаемся, мы говорим, что нас не остановили, ну почему она должна переключиться, ну наш путь две карутины, соответственно, работать, они будут наслаиваться, или нас заранее остановят, ну здесь, ну здесь нас бросят, нам ресетнут патч, путь, ладно, я не могу понять смысл этого, ну тут, тут хорошо, да, что у нас как-то сосредоточена логика бота, не самый отвратительный код, но не самый лучший, то есть, опять-таки, уровня соточки, не пятихатки, а суперселектор, уф, прекрасный суперселектор, почему супер, вот, кстати, то, что это не селекшн менеджер какой-то, это прекрасно, но почему селектор, а почему супер, итак, у нас есть структура drag helper, почему он структурой, в чем смысл, ну ладно, first point set, булевый флаг какой-то, star drag point, end drag point, at this moment, вот зачем вот этот, at this moment, почему-то, ну почему-то не the, end drag point, at this moment, не знаю, зачем-то именно, start drag point, end drag point, то есть, это стартовая, конечная точка, ну, грубо говоря, это какой-то в класс, который мы, не класс, какой-то вот тип данных, который мы загоняем, какие-то точки, начальные, конечные, и он там что-то может с нами делать, вот этот first point set, это немножко не так делается, если тебе нужно что-то такое, ты делаешь вот так, то есть, ну, лейбл тип, и такой, здесь будет нул, соответственно, а вот это там оформляется через свойства, что он, из first point set, если у нас start drag point, не равен нул, потому что то, что сделано сейчас, это невалидное может быть состояние, потому что first point set, можно изменить false, или в true, а start drag point не поставить, или убрать, соответственно, будет проблема, но здесь именно вот фишка в том, что это тип значения, он может быть zero, zero не является отсутствием, ну, нулевой век, не является отсутствием значения, поэтому ввелся этот флаг, короче, наслаивается, наслаивается, наслаивается проблема, как обычно, world bounce, ну, bounce, это вот некая область, в которой мы можем всякие проверки делать, соответственно, здесь тоже проект, но общий алгоритм, да, такой же, что мы проектим точки с экрана, в мир, растягиваем этот баунс, потом в этом баунсе смотрим, кто туда попал, маус-пост-конвектор, конвектор, маус-пост-конвектор, ну, опять-таки, вот этот свап, когда у нас нулевая точка сверху или снизу, мы ее переворачиваем, как в прошлых решениях, а рекастлинд, select, когда появляется end, то значит, нужно разбить, скорее всего, на другую, на два метода, ну ладно, здесь, соответственно, у нас вот эти баунсы есть, которые мы с вами сделали, мы их растягиваем через бокс-каст, мы проверяем, кто туда вошел, и, соответственно, смотрим, если вошел кто-то с iControlExample, то есть, ну, кто реализует интерфейс, мы, соответственно, сообщаем, что, как бы, вы вошли в эту зону, то есть, отличие алгоритма в том, что здесь именно бокс-каст, я, скорее всего, бы тоже через бокс-каст, но дело, но мне не совсем понятно, зачем тут сентрак-хелпер, как структура, уф, нет, ну, она, кстати, имеет смысл, да, если это как тип значения, воспринимать, что мы туда загнали, какие-то такие вещи, и все, их уже не изменить, как таковые, ну, что это тут, в таком смысле, сент-эвент, смотрим, 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 какой-то ретранслятор ивентов, до чего, мы у нас постконвектор, если у нас, а, вот, то есть, да, если у нас происходят какие-то ивенты, он их обрабатывает, то есть, это такой объект, который агрегирует себе состояние, мы ему присылаем различные события, о том, что мышка нажата, мышка отпустилась, он себя агрегирует, но, наверное, это уже не тут должно быть, все-таки, это уже лишнее для этого, тут есть частичная инициализация, то есть, мы же не сразу это все инициализируем, понятно, ну и сам почему-то пошел суперселектор, и вот смотрите, у нас сверху объявлена структура, сразу же идет поле с типом этой структуры, и пошла работа, здесь мы перетранслируем это нашему хелперу, а вот здесь, да, не выделили мы ответственность работы с точкой, здесь тоже вот вручную это делается, при этом смотрите, насколько вручную мы создаем примитивы, через магические числа, здесь идет движение по нормали, то есть, мы берем точку поверхности, берем нормаль поверхности, и немножко выдвигаем в ту сторону объект, чтобы он как бы не утопал, почему такое низинное значение, оно вообще на что-то влияет, ну ладно, тоже сначала же вот это у нас будет, а потом, ну, все равно, вот, finw of type, собственно, да, там не компонент, а компонент of type, перебираем, если выделено, что-то там делаем, двигаемся, да, ставим позицию, это мы каждый апдейт, когда у нас left control, какая, левый контроль, a few moments later, нет, это git key, соответственно, нет, нет, ну, тут тоже git key, git key down, это что за left control, правый, наверное, должен, ну да, правый, судя по логике, естественно, да, это мы их двигаем, отвратительно, боксеры рисуются через гуишку, почему это, блять, структура, тут я понять не могу, в чем святой смысл этого, и последнее на сегодня, пока я рассматривал весь этот код, я впал в какую-то депрессию, мне реально стала страшная жизнь, и я даже не хотел это продолжать, но я открыл решение Антона Барсукова, это после того, как я заказал у Серафима за пятихатку, и Дмитрий прислал за пятихатку, я понял, что это просто отвратительно, и на пятихатку ничего из этого не тянет, я написал еще одному человеку, который оставлял заявку, говорю, ну попробуй, потому что ему я немножко доверял, он все-таки занимался на каких-то наших курсах давным-давно, и какое-то доверие к нему было, и собственно давайте его посмотрим, это не тот ученик-код, который я хотел бы показать, если вам интересно, это будет в другом видео, в следующем, там уже чувак, который реально у нас занимается очень давно и очень плотно, во-первых, в чем меня порадовало, я все-таки запустил это в Юнити, и выглядит это очень мило, красиво, и видно, что если есть код, то код хотя бы делает все красиво, и я реально за этим наблюдаю, мне нравится, типа, ой, прикольно, уже за эту пятихатку готов, подать, давайте посмотрим по кодам, мы видим selection manager, select table, move manager и monster cube, я считаю менеджеры, это плохо, но опять-таки название, они всего лишь маркер, чего-то плохого, что может скрываться в коде, вот, и не факт, что это там есть, и мы сейчас посмотрим, есть ли это там, то есть selection manager, ну, скорее это просто селектор, этот выделяет, точнее управление, всеми селекторами, просто вот так, окей, select table, это некий компонент, который определяет что-то, что мы можем выделить, и, что же мы делаем, тут, кстати, тоже select table, сам определяет, то есть, у нас есть метод check, который вызывается в апдейте, что если, вот, у нас есть select and send manager, single tone, я опять в депрессию впадаю, и мы сами проверяем, попадаем ли мы в какую-то область, если попадаем, то мы сами себе меняем, зачем, вот, почему мы должны это сами делать, почему тут нет инверсии управления, почему у нас select, вот, вот, вся селекция, это не framework, почему у нас люди, компоненты не могут сами сообщать, что, да, я хочу, чтобы меня выделяли, а вы там сами разберитесь, вызывайте мне методы, ну, это же ебаный ад, блядь, зачем, а, замечательно, значит, мы еще, блядь, сразу, сначала мы, понятно, запросили состояние, а потом еще и по ним буду со свичами, и охуительно, ну, хоть разделили, хоть на том, спасибо, хорошо, хоть не вот здесь мы это все делаем, фрейм, активировали позицию, мы еще и фрейм, сами что ли, что это за фрейм, какая-то штучка вокруг него, что ли, если они еще сами не рисуют эту вот зону, наверное, там фрейм какой-то есть, мы просто его не видим, из-за того, что здесь зеленый слишком, не, нету, не, не понятно, что это, ну, ладно, ну, какая-то вот стратегия, ладно, то есть, selectable, этот компонент, ответственный только за визуальную часть, хорошо, вот за это могу сказать, респект, что да, раз это только визуальная часть, она тут полностью как-то сохранена, в целом, компоненты считают чистым, но, опять-таки, блядь, пробелы вам жалко, или что, хорошо, есть вот Move Manager, ага, то есть, у нас ответственность визуального в каждом компоненте, а Move Manager, он двигает всех сразу, тут хочешь использовать Find Object of Type, Обject of Type, собрали, кликнули, Target Point поставили, и всех туда передвинули, а Move All, ну, кстати, нет, здесь вот именно фишка в том, что он занимается постановкой точки, да, это не Move Manager, назовет, что-то связанным с точкой, и после постановки точек, он, соответственно, всех, кто что-то там, двигает в сторону этой точки, ну, тут Go To Position, зачем нам к Point To The Right, плюс Random Range, а, понял, здесь фишка в том, в чем, что хотелось, чтобы они не в одну точку шли, а в какие-то случайные позиции рядом с точкой, вот, ну, тут либо влево, либо вправо, ну, да, тут случайная точка вокруг, но это делается немножко по-другому, это, во-первых, делается вот так, если нужно Random, то ты просто делаешь Inside Unit Circle, и все, и там какой-то Range, ну, можно там не цирк, а можно сферу, но вообще-то циркл, просто нужно перевернуть, спринцировать вокруг, да, и на какой-то Range умножаешь, то есть, насколько, и случайные точки в этом будут, если нужно вот, по количеству, просто разбей зону, ну, сколько там человек, вот, возьми углы, там, словно, если 5 кубов, возьми, раздели круг на 5 штучек, и шагом в этот градус найти, точки на окружности, и туда переместить, видео про создание ШТС, кстати, у меня это было, а вот это вот, даже выглядит отвратительно, вот такие вещи, они должны прятаться в какой-то метод, то есть, они должны быть в вызове метод, вот эта вот вся вот, катавасия с Random, она должна куда-то выделяться, а еще впадло было, нет, нет, не впадло, окей, значит, не защищает это, от до они, то есть, наверное, было, чтобы они отступали, но из-за того, что рандом, от и до, они будут все равно в одни точки пытаться идти, то есть, проблема не решена, select table мы посмотрели, move manager посмотрели, monster cube, что он из себя представляет, агента, и go to position, то есть, просто такая вот, абстракция, надо на, mesh-агент, ничего более, ну, еще с аниматром работает, ладно, и selection manager, ладно, давайте посмотрим, как это тут работает, метод in frame, то есть, проверки, попадает ли какая-то точка во frame, это rect, то есть, ты просто вот здесь повторил тип rect, как проходит проверка, что у нас трехмерный объект попал, ну, просто, то, что мы, опять-таки, roll to screen point, точку на экране, проверили, передали, ну, сами запросили, да, по сути, selection manager, это просто хранилище, это такое, синглтон хранилище выделения, то есть, он сосчитывает события выделения, ну, события нажатия на мышку, строят у себя в памяти, некий frame, и, естественно, любой может спросить, попадает ли он в этот frame, в принципе, это может быть, то есть, это может быть один из классов, но между вот этим классом и кубами, select table, должен быть еще один класс, по-хорошему, вот, ну, это, это, по сути, должен быть select table, единственное, что, правильно, ну, здесь, он должен быть между move manager, и select table, то есть, здесь вот все намешано, ну, код уже получше, он уже написан, видно поаккуратнее, нет лишнего, все гораздо проще, все гораздо лаконичнее, ну, не удалось человеку сделать инверсию управления, нормальную фреймворкную систему, то есть, она была, и было бы все хорошо, стоит ли это пятихатку, думаю, да, то есть, это код уже поаккуратнее, его легче читать, в нем легче разберется, я вот до этого не открывал, да, и в целом тут все лаконично, тут можно еще подрезать вообще, вот, теги, я еще не люблю, что с этим, ну, во-первых, это красиво, во-вторых, это красиво, я, если открою другие проекты, я не думаю, что там будет все так же шоколадно, здесь хотя бы это приятно оформлено, это не нужно было по задаче, потому что нужны были только компоненты для работы, вот, в любом случае, все эти компоненты, которые люди сделали, очень сложно интегрировать с другими компонентами, то есть, именно задача была, в первую очередь, сделать какую-то систему, да, чтобы работать с ней в дальнейшем, а здесь все прям совсем печально, к сожалению, вот, что я могу сказать напоследок, наверное, ничего, потому что, ну, все как под копирку сделали, одни и те же ошибки, одни и те же проблемы, мне хочется еще показать вам код программиста за тысячу, который реально мастер своего дела, но у всех этих ребят тоже, у большинства портфолио-то было адекватное, смотришь, ну, программисты хорошие, но по факту почти никто, вот, единственное, Антон мог бы там еще пройти на стажировки, то есть, пойти под уровень стажеров с наших курсов, я не скажу, что Антон там что-то плохо, ну, видно, просто у людей не хватает опыта коммерческой разработки, то есть, их не выдрачивали, да, нет, вот это вот, когда вас просто дрочили несколько лет, там, вы каждый день ходили, отчитывались там, и код свой вылизывали, здесь этого нет, видно, что это отсутствует, в любом случае, ребята, молодцы, всем спасибо, кто принял участие в этом, по мне, самый красивый код, это последний у Антона, сам, очень мне так же понравился код Антона Барсукова, до самого первого, за 100 рублей, а два за 500 Серафима и Дмитрия, конечно, сами вы видели, что там происходит, прям вообще, поэтому, на этом все, всем спасибо, если вы хотите продолжение, где свое решение покажу я, преподаватель с наших курсов, и наш ученик с наших курсов, то обязательно пишите об этом в комментарии, ставьте лайки, я сделаю это видео, напоминаю, мы также проводим курсы по C-Sharp, это C-Sharp Lite, с нуля до первой зарплаты, где мы вас полного нуля доводим до вашей первой зарплаты, вы попадаете к нам в программу стажировки, мы вас там дрочим, когда вы хорошо справляетесь, мы вам уже платим денежки, и там мы еще изучаем Unity, и C-Sharp Medium, если вы уже профессиональный программист и хотите улучшить свои навыки, то есть если вы программист, как ребята за 500 и как вот тут за 100, то вам лучше на Medium, там мы с вами профессиональный код разберем, если вы с нуля, то лучше на Lite, потом в стажировочку, в принципе, если вы просто хотите поднатаскаться и попасть в стажировку, тоже у нас это есть, но мы пока отдельно не записываем, но вы можете ставить там заявочку на любом из сайтов, и при общении с менеджером сказать, что хотите просто на стажировку, она стоит у нас первый корректировочный месяц, 7 тысяч в месяц сейчас, то есть мы в два раза уже цены подняли, соответственно, если вы корректировку проходите, то есть какой-то уровень достигаете, вы можете либо пойти в другую компанию работать, либо остаться и работать у нас на платных задачах, все ссылки в описании, на этом все, всем спасибо, всем пока, всем спасибо за просмотр!